мы рады приветствовать всех кто смотрит нас онлайн я хотел бы поделиться словом божьим и это слово сегодня хочется чтобы действительно было не просто теории которая в очередной раз побудоражит наши умы но было слово которое действительно коснется глубины сердца я хочу открыть послание кефеси нам которое говорит слово божье говорит послание кефесина 4 глава 27 стих и не давайте место дьяволу кто крал впредь не кради а лучше трудись делая своими руками полезное чтобы было с чего уделять нуждающимися итак тема на которую я хотел бы порассуждать будет не давайте место дьяволу сегодня очень интересно мы можем посмотреть в этом месте священного писания слово божье поднимает такой важный аспект не давайте место дьяволу многие современные христиане сегодня особенно может западная теология она говорит о том что дьявол это собирательный образ аллегорического зла то есть это аллегория это некая метафора и многим людям так удобно верить что это метафора это не к реальный противник это не какой-то реальный враг это метафора это собирательный образ это просто зло которому мы должны противостоять меняя свой характер меняя свои привычки меняя свое поведение просто зло которое мы должны искоренять своей жизни через самодисциплину упражнения какие-то и многим людям так удобно верить почему потому что когда ты остановился в саморазвитии, ты перестал искоренять зло, оно там и осталось, оно остановилось, оно никак не прогрессирует. Если ты перестал заниматься своим характером, значит, все в порядке, ты потом продолжишь с того же места, где ты остановился. Но послание к Ефесиным говорит о чем-то другом. Слово Божие говорит, не давайте место, дьявол. Слово Божие конкретно подчеркивает, что или, скажем, мы можем некоторые конкретные вещи сделать как вывод из этого слова, из этого эпизода. Во-первых, это отрывок очень четко говорит о том, что есть место, которое дьявол, которое враг стремится занять. И потому Слово Божие говорит, не давайте место дьяволу. То есть это не просто абстрактное зло, которое таится просто в дурных привычках, это не просто собирательный образ такого зла, который таится, может быть, в твоих эмоциях или где-то еще. Это конкретный враг, который стремится занять определенное место. Второй вывод или второй вопрос, который вытекает из этого эпизода, как я могу понять, что он это место занял? Это уже не вывод, а вопрос, который вытекает из этого эпизода. Если я отдаю место дьяволу, если он может занять какое-то место, как понять, занято оно или не занято? Попал я в категорию людей, у которых место дьяволом занято или нет? И третий, наверное, вопрос или тоже такой отчасти вывод, как понять, какие есть причины? Причины того или возможности того, что он это место займет? На эти вопросы мы попытаемся сегодня как-то ответить по мере сил, по мере возможностей. И первое, о чем хотелось бы поговорить, это такой феномен, как я для себя его называю, феномен амбивалентности греха. Слово амбивалентность, конечно, многих напугало, это определенный термин, который существует в психологии, философии. И это слово, слово амбивалентность, означает двойственность. Двойственность, например, двух сильных чувств в человеке, противоречивых друг другу. Двойственность одновременно, например, любви и ненависти к чему-либо. И когда мы говорим про амбивалентность греха, мы должны осознать, что речь идет не просто о какой-то фантазии, что вот проповедники хотят придумать что-то новое, проповедники стремятся удивить публику чем-то экстраординарным. На самом деле, если мы откроем, ну вообще, если мы говорим о проблеме такой амбивалентности греха, то есть двойственных чувствах, которые он вызывает, с одной стороны человек, или в чем точнее амбивалентность греха, с одной стороны человек люто ненавидит грех, который он делает. Нормальные люди, христиане, которые понимают, что где-то согрешают, они раскаиваются, они ненавидят грех, который они сделали, но в то же самое время многие люди обнаруживают у себя странное свойство, что в то же самое время они чем-то греховным могут наслаждаться. Мы более детально сейчас углубимся в эту вот, как я говорил, амбивалентность греха. Двадцать первая глава книги «Исхода» со второго стиха рассказывает интересный, скажем, такой протокол поступ действий по отношению к рабам, которые были того времени в год свободы. Двадцать вторая глава говорит, двадцать первая, извиняюсь, глава шестого стиха говорит, второго стиха говорит, «Если купишь раба-еврея, пусть он работает шесть лет, седьмой пусть выйдет на волю даром». Интересный момент, что был определенный год, когда этот раб должен быть выйти на волю, даром, без всякой платы, без всяких отступных. «Если же он пришел один, пусть один и выйдет. Если он женатый, пусть выйдет с ним жена его. Если же господин его дал ему жену, она родила ему сынов и дочерей, то жена и дети пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет, люблю господина моего, жену мою, детей моих, не пойду на волю, то пусть господин его приведет пред богов, поставит его к двери или косяку, проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом ему вечно». Вот такое место, которое касалось, наверное, какого-то, как я уже говорил, протокола, как поступать в седьмой год по отношению к рабам-евреям, которых были куплены. Но в наше время вопрос, наверное, вот этих поступков не сильно актуален, и мы должны для себя, наверное, увидеть здесь больше внутренний смысл этого повеления, духовный смысл этого повеления. И как раз в этом месте Священного Писания вот эта амбивалентность греха очень ярко прослеживается. Если мы обратим внимание, ну вот, что интересно в этой истории, а в этой истории интересно то, что с одной стороны человек был продан в рабство, он потерял самое ценное, что есть у него в жизни, его свободу. Он потерял свое право свободной воли решать то, чего он хочет или чего он не хочет. То же самое происходит тогда, когда человек попадает в греховное рабство. В принципе, Новый Завет и говорит, всякий делающий грех есть раб греха. Попадая в греховное рабство, человек становится заложником, например, своей похоти, своих амбиций, своей гордыни, своего желания властвовать, своего стремления к деньгам, он больше не принадлежит себе в свободе. Он вынужден делать то, на что толкает его вот эти внутренние рабские желания. И вот то, что Слово Божье здесь говорит, что человек, если был продан в рабство, продан, он работает шесть лет, он исполняет волю своего господина. И Слово Божье говорит, наступает седьмой год. Наступает год, который дается человеку право быть отпущенным на волю. С одной стороны, казалось бы, все очевидно, человек должен стремиться на волю всем своим естеством, всем своим существом. Всей своей внутренней энергией, натурой он должен жаждать свободы. И мы понимаем, что это естественно. Это естественно человеку стремиться на волю. Как птицу невозможно удержать в клетке, зверя невозможно удержать. Они рвутся на волю в естественную для них среду обитания свободы, когда они вольны сами решать, куда идти. Но вот здесь интересный есть нюанс. Он говорит, но если раб скажет, «Люблю господина моего, жену мою, детей моих, не пойду на волю». То есть наступает обстоятельство, когда человек порабощенный может вдруг сказать «Люблю господина моего и жену мою, детей моих». Там написано, если он дал ему жену, дал ему детей. Если мы говорим языком аллегории, и можно поразмышлять или, скажем, немножко даже пофантазировать здесь и сказать, а какую грех, как господин, может дать жену и детей. И здесь встает очень интересный момент. Плоды греховного наслаждения для человека очень часто сопровождаются с получением удовольствия. То есть греховные переживания очень часто для человека сопряжены с теми или иными удовольствиями в жизни, которые он получает. То есть он воспринимает как что-то свое, как часть себя, как вот жена и дети. Это часть меня, моя семья. Я не мыслю их отдельно от себя. Если я собираюсь переезжать в другую страну, я беру с собой жену и детей. Если я собираюсь менять город, я беру, потому что это часть моей жизни. Это неразрывная часть моей жизни. Так вот, человек начинает воспринимать греховные наслаждения как неразъемлемую часть своей жизни. И здесь и возникает парадокс амбивалентности греха. С одной стороны, грех поработил волю человека, с другой стороны, человек в какой-то момент времени говорит, я хотел бы избавиться от греха, но мне нравится наслаждаться своими вот этими желаниями или греховными действиями. И очень часто люди, которые, например, зависимы от какого вида похоти, например, еды, которые зависимы от обжорства, они ненавидят свою проблему, но они испытывают наслаждение от процесса. Когда я поглощаю еду, внутри меня происходит наслаждение, я наслаждаюсь тем, что происходит. То же самое касается сексуальной сферы. Может, кто-то наслаждается своей властью, кто-то гордыней наслаждается, когда ему аплодируют почет, овации. Человек испытывает двойственность. С одной стороны, я продан в рабство, и я не могу никак выбраться из цепей своего обжорства, сексуальной похоти, финансовой зависимости, но с другой стороны, я наслаждаюсь плодами этого греха. И потому здесь Писание говорит, если раб скажет, люблю господина моего, то господин мой нечто сделает. грех займет определенное место в жизни человека. На что Павел говорит, не давайте место дьяволу. Грех займет определенное место, и написано, пусть он приведет его пред богов в толковании или других переводах перед судей, перед свидетелей, и поставит к двери или косяку, проколет ему господин ухо шилом и останется рабом навечно. И здесь, на мой взгляд, очень интересный момент. Момент заключается в том, что когда человек говорит, я люблю это, происходит очень глубокий духовный процесс. Процесс, когда грех как бы скажем ставит свою метку. Причем делает это легально, делает это по праву. То есть, когда Писание говорит, что вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеков, вы куплены дорогой ценой, не грешите, не отдавайте свои члены в орудии греху. Духовный мир пропитан легальностью, пропитан легальностью прав. Если грех укоренился в жизни человека настолько, что человек говорит, я люблю это, и я не откажусь от этого, то перед судьями, перед богами, вот как бы теми свидетелями перед духовным миром, грех ставит свою метку. То, что здесь говорится, аллегория, он проколет ему ухо шилом, то есть, унизительное определенное действие, которое совершит грех в жизни человека, грех ставит свою метку. Очень часто мы наблюдаем, что люди, которые заражены тем или иным грехом, например, обжорство со временем или вот нарушение, любое нарушение пищевого поведения со временем начинает выливаться в то, что человек либо переходит в стадию ожирения, либо он истощен крайне, в стадию такой анорексии, он крайне истощен. Практически люди умирают от исхудания, но при этом не хотят есть. Грех как бы в определенный момент времени ставит свою метку, ставит свой знак, что этот человек теперь глубже, больше принадлежит мне, не на срок, не на то, что он может освободиться, он глубже принадлежит мне. И эта метка выражается в том, что у человека это отражается на его теле, в его характере, в его жизни, он не может контролировать свою ярость, он не может контролировать свой вес, он не может контролировать свои мысли и так далее. То есть вот эта процедура унизительная метка говорит о том, что человек наслаждается, что человек добровольно порабощен. Итак, друзья, возвращаясь к идее о том, что не давайте места. Я не хочу долго занимать время. Не давайте места. Очень важно сейчас об этом порассуждать, что когда мы сталкиваемся с тем, что грех обладает этой амбивалентностью, что с одной стороны мы его ненавидим, с другой стороны мы как-то тянемся к нему. Очень важный момент, что место, как Павел говорит, не давайте место дьяволу, оно не просто является чем-то, что враг может занять по собственной своей инициативе. Я скажу такую мысль, что враг всегда занимает вакантное место, то место, которое ему приготовлено. Очень интересный момент, которым, ну, наверное, кто-то скажет, странно, как это в жизни христианина может быть такое место, которое приготовлено, которое вакантное для врага, которое для него уготовано. Но заметьте, как Павел говорит, не давайте место. Слово «давайте» означает не просто не позволяйте дьяволу занять, не позволяйте дьяволу взять. Слово «не давайте» означает не делайте со своей стороны инициативу. Есть разница между понятием не позволяйте дьяволу занять, не позволяйте войти, не позволяйте проникнуть и между словом «не давайте». Так вот, слово «не давайте» означает то, что враг занимает только вакантное место, место, которое приготовлено. Иными словами, если бы я сейчас захотел на этой сцене присесть куда-либо, я не могу присесть туда, где нет стула или какого-то подходящего предмета. Я могу присесть только туда, где есть приготовленное каким-то образом для этого места. Например, я могу присесть на этот инструмент, потому что он более-менее подходит для этого. Что это означает в духовном плане? Книга Иисуса Навина, 7 глава с 20 стиха. Это история, когда Ахан взял заклятво, и израильский народ пошел завоевывать города, и пришли к городу Гай, и жители города Гай были очень малочисленные. Израилетяне думали, мы сейчас на раз-два ими овладеем. Это такая мелочь для нас. Мы завоевали Ерихон, перед нами падали эти сильные воины. Мы сейчас очень сильно, он легко решим проблему. Но вдруг жители этого города дали отпор, и много израильтян погибло, и народ был в смятении, страхе. И Иисус Навин воззвал Бога, и Бог сказал, есть встанье заклятое. Есть кто-то, кто взял заклятое. Встали они поутру и начали проводить по семействам, как Бог сказал, по коленам, чтобы найти. И вот когда они нашли этого Ахана, Иисус Навин задал вопрос, почему ты это сделал? Что ты сделал? В ответ, это седьмая глава, двадцатый стих книги Иисуса Навина, в ответ Иисусу Ахан сказал, точно, я согрешил перед Господом Богом Израилевым. Я сделал то-то и то-то, между добычей я увидел одну прекрасную сенарскую одежду, и двести сиклей серебра, и слиток золота весом в пятьдесят сиклей. Мне это полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним. История Ахана показывает очень интересный момент, что место, которое мы приготовляем для дьявола, для врага, очень часто представляет собой вполне посредственные вещи. Вещи посредственные, вещи, которые не имеют особого смысла, вещи, которые не обладают особым значением в нашей жизни, но это те вещи, которые могут служить для него приготовленным местом. Я объясню, что я имею в виду. Допустим, когда мы понимаем, что на сцене стоит этот инструмент, он не обладает суперважным смыслом, он не обладает смыслом больше, чем проповедник стоящий или музыкант стоящий на сцене. Но мы понимаем, что этот инструмент занимает здесь определенное место, потому что на нем кто-то играет, он издает какой-то звук. Но это вещь весьма посредственная. Это вещь, которая не является чем-то очень суперценным для нас. Так вот, когда речь идет о том, что Ахан взял заклятого, почитайте, что он взял. Он говорит, я увидел прекрасную сенарскую одежду. Имело ли это какое-то особое значение в жизни Ахана? Нет. Он не ходил голым, у него была одежда. Мало того, вряд ли он в сенарской этой одежде вообще вышел бы в народ, пришел бы в торжественное собрание перед лицом Господа. Скорее всего, она просто лежала бы у него где-то в сундуке, в шатре, спрятанная, как и до этого лежала. Потому что сразу бы кто-то сказал, о, эта одежда не наша, это сенарская. Он говорит, я взял слиток золота, серебра. Я понимаю, что это драгоценность. Но он не голодал и не был человеком, который, может быть, самый был там нищий в народе. Это золото, это серебро играло тоже достаточно посредственную роль. Но эти посредственные вещи, не вещи первого значения, не вещи, может быть, самые суперважные, они стали своего рода вот этим местом, приготовленным для дьявола. Местом, которое открыто для него. И Бог говорит, через то, что он это взял, заклятое, пришло поражение в народ. Пришло поражение не только в его жизнь, но и весь народ. И кто-то, наверное, скажет, странная логика. Неужели вот так просто место дьяволу и все, и такое поражение, и такой позор. Давайте подумаем, что это может быть в нашей жизни, что это могут быть за вещи. Вещи, от которых в сердце приходит привязанность, какая-то зависимость, хотя, может быть, смысла особого не имеет для нас. Но что это может быть за вещи, которые являются таким вакантным местом, приготовленным для врага. Я приведу пару примеров. Например, маленькая обида, маленькая зависть. Я всюду ставлю слово «маленькая». Маленькая ложь, маленькая гордыня, маленькое такое небольшое желание властвовать. Само по себе, когда оно маленькое, мы не видим в нем такого непосредственно большого страха. Мы обставляем в своей жизни, например, неразрешенные с кем-то отношения. Мы позволяем себе не просить прощения за небольшие унижения. Мы позволяем себе завидовать кому-то, у кого может быть новее телефон. Мы не придаем этому значения. Мы позволяем посредственным вещам появляться в нашей жизни. Мы позволяем многим вот этим посредственным местам, которые впоследствии можно занять, сесть на них, мы позволяем им быть. Это небольшой сценаристской одежде, небольшому слитку золота. Что-то такое, что нас привлекает. Или наоборот, мы думаем, мне просто неохота этим заниматься, мне неохота идти просить прощения, унижаться. Я лучше оставлю все как есть. Мы немножко поссорились, ничего страшного в этом нет. но в том, что мы не видим большого страха, как Ахан. Он скорее всего запихал это за пазуху или где-то в свой там мешок какой-то и принес домой и разложил в шатре, полюбовался в очередной раз, когда они шли в поход и все было нормально. Он не обратил на это внимание. Но это стало вакантным приготовленным местом для врага. Люди думают, почему в мою жизнь с определенного момента времени пришли какие-то переживания, трудности, проблемы, почему что-то укоренилось в моей жизни. Я стал не таким уже ревностным, горячим, я уже стал менее, может быть, таким трепетным к Божьему слову. Я поступился где-то с принципами Божьими. Люди не осознают, что незримая война идет ежедневно. Апостол Павел говорит, не давайте место дьяволу, не создавайте ему вакансии, не создавайте ему вакантное место, приглашая его войти в вашу жизнь. Так вот, как я подчеркну еще раз, что маленькие незначительные вещи, такие как обиду, зависть, ложь, желание властвовать, гордыня, небольшие грехи, которым мы не придаем значения, это приготовленное для него место. И сейчас я перехожу к финалу, и мы помолимся. И финалом этой проповеди будет некая формула победы. Что мы можем сделать? И формула победы по апостолу Павлу, она выражается в простых словах. Мы обратимся к тому месту в послании Коринфян, которое мы читали в начале, и он говорит, не давайте место дьяволу. А дальше говорит простую вещь, кто крал, впредь не кради. Кто крал, впредь не кради. Не давайте место дьяволу, кто крал, впредь не кради. Но работай своими руками. Если разобрать ее более детально, то что означает эта фраза? Эта фраза простая сама по себе. Она открывает очень огромный, очень, почему я назвал ее формулу? Она открывает очень сильный потенциал того, как мы можем разобраться с этими местами в нашей жизни, с этим врагом, которому мы дали место. Что она означает? Павел говорит, кто крал, то есть, кто дал место дьяволу, в чью жизнь пришел грех, кто порабощен грехом, вы должны не просто сокрушиться по поводу этого греха, вы должны не просто отказаться от него, вы должны дойти до конца, вы должны добиться перемен в своей жизни. Кто крал, впредь не кради, но начни делать что-то иное, работать своими руками. Если мы будем как бы трансформировать это на разные другие ситуации нашей жизни более детально, то это означает, что разобраться врагом в нашей жизни поможет только перемены в том месте, которое он занимал. Иными словами, если перемены не произойдут, если место для врага будет оставаться, он будет там пребывать. Потому Павел говорит, не давайте место и сделайте следующее. кто крал, кто давал место через свое воровство, кто создавал этот плацдарм через, может быть, маленькое воровство, думая, что это незначительная вещь, но он создал вакансию. Перестань это делать, чтобы вакансия исчезла. Враг никогда не уйдет из твоей жизни, пока вакантное место для него будет оставаться открытым. Пока мы всерьез не скажем себе освящение и очищение. Это не просто хорошие, красивые фразы. Это современная реальность Божьего народа. Очищение и освящение это реальность, в которой Божий народ должен научиться жить и ходить. Послание к евреям 12 глава говорит, посему мы, имея вокруг себя такого благосвидетеля, это с первого стиха, свергнем бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо радости претерпел крест, пренебегший посрамления воссел одесную престола Божья. И дальше я немножко пропускаю, он говорит, помыслите, претерпевшие над собой поругание, вы еще, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими, вы еще не до крови сражались против греха. Апостол Павел говорит, послушайте, дорогие возлюбленные, давайте свергнем в себя бремя и запинающий нас грех. В этих двух словах есть небольшая разница, ну, не то, что небольшая, есть разница, что бремя является неким грузом обстоятельств, грузом давлением на нас, внешних факторов, которые есть в нашей жизни. Бремя – это то, что создает на нашу жизнь внешнее давление, дабы сломить ее. Но есть запинающий грех, есть что-то внутри, которое имеет свое место, и если мы соглашаемся с ним, если мы влюблены в это, оно может искажать нашу жизнь, поставить свою неизменную метку, пригвоздить. Мы всегда даем место, чтобы он продолжал там пребывать. Потому апостол Павел говорит, скинем с себя это, свергнем бремя, разрушим это место, произведем в своей жизни перемены. Пригласим Господа, чтобы он осветил нашу жизнь, произвел эти перемены, принес это живое, изменяющее послание для нас. И потому он говорит, ничего не поможет, не просто, знаете, такое самоупражнение, какие-то против греха, какой-то тренинг или еще что-то. Он говорит, будем проходить поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. И вот, казалось бы, в чем здесь заключается вопрос свободы от греха? Только то, что я посмотрю на Иисуса, освободит меня автоматически? Только то, что я буду взирать на Христа и проходить свое поприще, освободит меня автоматически? свобода приходит от того, когда я принимаю решение, когда я принимаю решение в своей воле, что я встану и уйду от своего владельца, от своего хозяина, от греха, который поработил меня. Я не позволю ему пригвоздить меня сшилом к двери, косяку двери. Я не позволю. Я хочу стать свободным человеком. Когда я начинаю взирать на Иисуса, а не своего рабовладельца, на грех, когда я начинаю взирать на начальника и совершителя моей веры, я начинаю понимать, что он является образом моей свободы. Я начинаю понимать, что мое волевое решение открывает во мне веру. Мое волевое решение начинает лишать места дьявола в моей жизни. И потому Павел говорит, не давайте место дьяволу. Если ты крал, ты был пригвожден грехом к этому косяку. Посмотри на начальника и совершителя веры. Он разберется с этим грехом. Он искупил тебя дорогою ценою. И когда ты начнешь взирать, преображения в твоей жизни придут не потому, что ты особые волевые усилия, не потому, что ты особые усилия приложил к тренингу какому-то, к сдерживанию себя, ты направил свою волю на то, чтобы быть свободным. Я хочу пригласить вас помолиться, друзья.